Из материалов дела. 18 января 2023 года 27-летний Хачатур Тарханян встретился с 32-летним бывшим супругом своей сожительницы Павлом Федосеевым на улице Кузнецового в Иваново и трижды выстрел ему в голову. Отчего тот умер? Об этом процессе мы много рассказывали. На очередном заседании продолжили допрос свидетеля, первой супруги убитого. У потерпевших родителей и второй жены Павла Федосеева был большой список вопросов. Касаются они взаимоотношений, фраз из переписок, детализации звонков, религии. Большинство из них суд отклонил, посчитав либо не относящимися к делу, либо такими, на которые свидетель уже отвечала. У нашей съемочной группы есть ряд ограничений при работе. Не показывать лицо подсудимого, не разглашать детали показаний свидетелей, а также при желании не снимать их. Тезисно о чем говорила первая супруга погибшего. Федосеев проявлял агрессию к сыновьям, часто ругал. Новый возлюбленный Тарханян видел реакцию детей, как они расстраивались. Пообещал мальчикам, что решит вопрос, они будут нормально общаться с отцом. Попросил общего знакомого поговорить с Федосеевым. Тот с претензиями не согласился. Мужчины договорились о встрече. Чтобы все обсудить, была уверена свидетель. О намерениях Тарханяна, отметила, не знала и не догадывалась. Но ответила на вопрос его адвоката. Накануне всех событий предупреждала, что у бывшего супруга имелось оружие. Первые минуты после убийства писали сотрудники скорой помощи, которые прибыли на место. Вызов – огнестрельное ранение в голову. Показания зачитал прокурор. На момент прибытия бригады труп мужчины лежал в обочине, проезжей части, надетой на теле куртки ногами, к автомобилю, головой к бордюру. Труп находился в положении лежа на спине. В районе расположения головы на куртке было большое количество крови в капюшоне. Кровь также была на коже лица, в полости носа и на волосистой части головы трупа. На этом допрос был завершен. Свидетели не явились, в том числе и те, кого несколько раз планировали привезти в суд принудительно.